Человек спрашивает Нахожусь в некой дилемме Нравится православие, особенно наследистые отцов Но внутренне не могу принять иконы, мощи Что уже только не читал из апологетики Не помогает Можете ли что-ли посоветовать в таком случае На самом деле В эту проблему проходят всякие Ну или почти все люди Которые присоединяются к православию Из протестантизма Их там как бы вот Уже, если можно так сказать, запрограммировали На негативное отношение к иконам К мощам Так что в принципе вы не один С такой проблемой Почти у всех Бывших протестантов С которыми я беседовал В той или иной степени это было И они это успешно преодолели Когда вы начинаете входить в церковную жизнь Уже становитесь православным Начинаете жить по православному То уже это все само отпадает То есть сама живая жизнь В истинной церкви Христовой Она помогает вам в этом Поэтому поскольку вы еще снаружи стоите То конечно этот момент Вам снаружи может быть чисто умом сложно понять Потому что здесь дело не просто в каких-то интеллектуальных вещах О которых пишут апологеты И думают, что пишут правильно Дело именно в сердечном отношении Сердечное отношение возникает тогда Когда ты уже становишься частью православной семьи Это твоя семья То же самое Когда там кто-то говорит Вот там целовать мощи Целовать там умершего человека Что там фу, гадость Но когда это твой родственник Которого ты любишь Когда вот его хоронят У нас допустим По русской православной традиции Люди подходят И дают ему Последнее лапзание Как там даже поется На отпевании Люди подходят Целуют умершего Хотя он не святой Но никто не говорит Почему же вы это мёдвое тело Нет, все понимают Что это проявление любви Вот к нашей любви К нашему человеку Которому вот Вчера он да, умер Да, позавчера он был жив Сейчас мы его хороним Но любовь наша никуда не делась И она естественным образом Выражается вот в этом последнем целовании То же самое Если мы любим И считаем близкими для себя Родными, святых Понимаете? Вот То же самое и с иконами Опять-таки Вот пока со стороны Ты, знаешь, всё это наблюдаешь Тебе это может казаться чуждым Но Если речь, допустим, пойдёт Как тоже Наверняка вы слышали Например Там фотографии Любимой матери Или любимого человека Или для некоторых Там фотографии детей И если вот там Человек там Поцелует, допустим Ну Ни у кого не возникает Никаких вопросов Я однажды видел В другой стране Это было Там была православная Сирийка Которая разговаривала Со своей матерью По По скайпу Значит По телефону То есть там было видео А мать её была В Сирии И, конечно, дочь переживала Вот разлуку Я помню, что Вот Эта дочь Она Как бы так вот На эмоциях В процессе разговора Она вот даже поцеловала Телефон Но Не как телефон А именно Как вот Поцелуй послала Своей матери Вот через это Никто бы Кто посмотрел И видел бы этот момент Никто бы не упрекнул её Зачем ты телефон Слышишь? Все понимают, что это выражение любви Но если ты не любишь Если у тебя этой любви нет Для тебя это Да, странно Чудно Непонятно Непривычно И так далее А когда ты часть этой семьи И когда для тебя Это близкие Родные Это не чужие Какие-то люди И когда для тебя Всё это является выражением Общей любви Нашей общей любви Устремлённой по Христу Тогда никаких Вот этих проблем На самом деле Нет Они Отпадают Естественным образом Так О да Про мощи спрашивают Там Один мусульманин Задал у него вопрос Почему вы не хороните Ваших праведников Таскаете их останки везде Это не гуманно Как правильно им отвечать Ну и на самом деле В исламе тоже есть религия Там есть Эти волоски Из бороды Мухаммеда И они Тоже их Не закапывают в землю У них они В части находятся Да Это же они С большим уважением Их хранят Показывают Я Особенно не следил За тем Что именно Они с ними делают Но они точно их Как выразился Тоже самое Таскают Да То есть Не похоронят Не закопают Где там В меди Не закопано На основном Этиолу Мухаммеда Вот Поэтому Это вопрос Который на самом деле Ему Можно было бы Обратить И к себе самому Но если говорить Не привязываясь К мусульманам Почитание Нами Мощей Святых Это проявление Нашей любви К ним Вот и все И Святые Много раз Показывали Через откровение Через видение Через чудесную помощь Что они Не против Если бы они были Против Допустим То они бы Не молились за нас Они бы дали понять Что они против Вот И кстати говоря Некоторые святые Были против Это правда Я сам видел Некоторые Некоторые Примеры святых Которые Ну допустим Их погребли Под спудом И вот они Благословили Да Чтобы Чтобы никто Их не откапывал И их никто Не откапывал Конкретно Этих святых Конкретно Они не хотели Их никто Не трогает Вот Другие святые Принимают Знаки Любви Которые люди Оказывают И таким образом Ничего в этом Плохого нет Наоборот Это как раз И одно из Одно из многих Проявлений того О что ему Господь сказал Потому узнают Что вы мои ученики Если имеете Любовь друг к другу Смучает вопрос О святых мощах А именно Что у нас Они почитаются Нетленные А на святом афоне Наоборот Смотрят на цвет кости То есть на тление Нет Боюсь Что у вас Суфутки Вполне Хорошо ознакомился С вопросом У нас И на афоне И у нас Почитаются мощи Как нетленные Так и тленные Вот Поскольку нетление Это особый дар Которым Господь награждает Только Определенных Отдельных подвижников А другие подвижники Они Не сподобляются Этого дара Но мы их почитаем И храним И чтим их мощи И это Как на афоне Так и не на афоне И на афоне Есть нетленные мощи Я сам лично видел Там мощи Святителя Иоанна Златоуста Вот Большая часть мощей Я лично видел Как раз Они нетленные И безусловно Афониты Почитают их Вот И у нас Очень многие мощи Они Они только в костях Сохранены И так же Они с большой любовью Ничуть не меньше Чем нетленные Мощи Почитаются Потому что Мы почитаем Не тление Или нетление Мы почитаем Именно Святого Понимаете Смысл почитания Мощей Это что мы Выражаем любовь К этому святому Это наша любовь К нему Выражается Ради Господа Который Обитал в нем Тух святой Который Жил в нем И Которого Этот святой Прохлавил Своей жизнью И вот Именно потому Что Любовь Никогда не пристает Как сказано В писании Что и смерть Не может Прекратить Эта любовь Да Она Выражается В том числе И в том Что мы Почитаем Мощи Этих Святых